Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс 6 градусов, но вы знаете, у нас она остановилась, температура. Так, новости хоти. Вчера прям вот везде-везде Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность. То есть они настоящие. Да, вот, над селом фигня летала серебристого металла. Прямо три штуки настоящие, да, неопознанные летающие объекты. Сумасать! В Москве продлят самоизоляцию и пропускай на масте праздники. Вот так вот. Продлевать, продлевать и в Москве, и в Подмосковье. Самоизоляция. Так, Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы. Ой, будет к ветеранам обращаться. Ой, ой, ой. Василий Луновой предложил провести акцию «Бессмертный полк», не выходя из дома. Он совсем старый, глупый. Это он говорил на балкон с дедом, вот так выходите. Так, в Москве более 500 магазинов оштрафовали. И за что? За несоблюдение социальной дистанции. Можете себе представить? Да, 500 магазинов. Как они штрафы хорошо собирают, а? Прямо штрафуют за всё про всё. А у нас не слыхают, вот Чикаго, не слыхают. В Сочи стартовал городской онлайн-флэшмоб ко Дню Победы. Я думаю, на улице. Нет, нет, то же самое. Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо разместить в личном аккаунте социальных сетей свои фотографии с мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в прошлом году. Чё придумали? Непонятно. Флэшмоб. Польша намерена арестовать активы Северного потока-2. Вот так, ребята. Варшава попробует наложить арест на активы газопровода Северного потока-2, если польская компания, ну, какое-то название, ПГНИК, что ли, не получит от Газпрома средства, причитающиеся ей по стокгольмскому арбитражу. Они выиграли дело у Газпрома, а те не собираются платить. И вот они хотят Северный поток-2. Наложить арест. Посмотрим. Да, это всё странно. Это странно всё действительно. Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк. Насчёт кадмия я не знаю. Я не пробовал кадмий. А мышьяк, ну, это всем известно, да. Хрустящий картофель, свекольники, какие-то чипсы. Здороведа. Здороведа. Выявлены кадмия и мышьяк. И также канцерогенное вещество какое-то. Не ешьте чипсы. Не ешьте. Ректор ваше средний класс может скатиться в бедности. Где они нашли средний класс в России? Ну, где средний класс? Боже мой, боже мой. Трамп оценил возможность переноса президентских выборов в США. Он никогда не думал об этом. Оценил. 3 ноября является хорошим числом. Да у него всё. Это хорошее, это хорошее. Путин у него хороший. ИН тоже хороший. В намеченный срок всё будет, ребята. О, запомните мои слова. Байден готовится к отмене выборов. А сейчас полезешь по ссылке. Да там ничего подобного нет. Какие-то стали новости странные. Синдзю А.Б. не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре. Это премьер-министр. Он говорит, не-не-не, не поеду. Не поеду. Потому что этот день прямо связан с подписанием Японии акта безоговорочной капитуляции. Да ну правильно, что дурак, что ли, совсем? Хоть и японец. Православные христиане отмечают Радоницу 28 апреля. Это сегодня, ребята. День поминовения усопших. На вторник второй недели после Пасхи. Сегодня надо на кладбище ехать. А не пускают, нельзя. Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям. Так в России бедствия бывают зимой, весной, летом и осенью. Ну и зачем эти слова пустые? Быть готовым. Быть готовым. Ну ладно, они все готовы уже. Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку. Вот она господдержка, да? Никто ее не видел. Они не смогли воспользоваться, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. Все, до свидос. Никакой господдержки. Вот что. О, ребята, вот это... Вы просто... Ну сейчас, ладно, я скажу. В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов. Еще и платную, ребят. Каждый смартфон зарегистрировать придется там в полиции или где. Вы поняли, да? Нифига себе. В войну все... Да ну вообще... Ой, мне вспоминаются многие вещи. Я же радио занимался. И вот я один раз прочитал в каком-то старинном журнале, что каждый радиоприемник нужно регистрировать. Пошел к отцу спрашивать. Говорю, что у нас вот несколько приемников. Там Спидала, Ригонда. Он нет, говорит, это такое было раньше. Каждый радиоприемник регистрировали. А во время войны все приемники отбирали. Под страхом смертной казни. И вот сейчас смартфоны тоже регистрации. Это очень плохой признак, уж поверьте мне. Трамп отказался делиться информацией о состоянии Кимченны. Но он говорит, я знаю все, но не скажу. Возможно, вы узнаете в скором будущем. Странно как-то. Так, связанная с Собчак крабовой компанией вошла в список системы образующих. Поддержать сахалинских рыбаков попросила сенатор Людмила Нарусова. Это мама ее. Вы поняли, как бизнес делается, да? Опа! В обновленном списке системы образующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли. Не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а десять. И вот это вот как раз компания, с которой тут терки у Собчачки. Надо же, а? Офигеть! Билл Дейд считает, что мир вернется к нормальной жизни не раньше, чем через год-два. А я считаю, он вообще, он, как сказать, ну, может быть, будет более-менее спокойно через год-два, но это не от того, что будет нормальная жизнь, а от того, что привыкнете к этой жизни, вот к новой жизни. Вот как я считаю. Да, вот тут еще смартфоны пройдут перепись. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Да, многие заметили. И это не просто так. Водитель пожаловался на штраф за езду без пропуска. Хотя пропуск был. Да, его наказали за пять тысяч рублей, а пропуск был. И, значит, проверка проходит автоматически с помощью камер фото-видео фиксации. Фото-видео фиксации его на пять тысяч, а пропуск был. И странно это. Он пожаловался, приложил скан пропуска. Ну, интересно. Уже штрафуют, даже если пропуск есть. Принц Гарри и Меган Маркл планируют снова пожениться, ребята. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ожидается, что на свадьбе будут присутствовать гости. Среди них Опра Уинфри, Дженнифер Лопес, Поппис. А зачем второй раз жениться? Тут с одной этни как не отбили все. Так, еще в одной российской больнице выявили массовые заражения коронавирусом у медиков. Воронеж, ребят. 26 сотрудников больницы скорой медпомощи в Воронеже. Интересно. Да, больница самое гиблое место. Искусственный интеллект обнаружил сотни коронавирусных пневмоний в пяти клиниках Москвы. Подключили коронавирус. Ой, этот. Искусственный интеллект, да? И вот он на основании там рентгена все ставит диагнозы. И они... Боже мой, сколько, сколько. Я же говорю, вот врут они. Врут русские, врут. Ну, интересно. А, Твиттер. Министерство обороны США опубликовало видео, я вам рассказывал, на котором запечатлен неопознанный летающий объект, НЛО. Эти объекты снял военный самолет с помощью инфракрасной камеры. Сейчас еще... Комментарий. Сейчас еще инопланетяне высадятся и вообще будет зашибись. Да, точно. Связанная Собчак-Крабовая компания... Это Твиттер уже. Собчак-Крабовая компания вошла в список системообразующих. Поддержать сахалинских рыбаков просила сенатор Людмила Нарусова. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Да, ребята, сразу замечают. На Твиттере все замечают. Опять. Коротко о бизнесе в России. Сенатор Нарусова, мать бывшей кандидат ШИП в президента Собчак, попросила министра сельского хозяйства Патрушева, сына бывшего директора ФСБ Патрушева, выдать привилегии компании своей дочери. Так, коротко о бизнесе в России. Все правильно. Яндекс выделял в результате поиска негативные статьи о Навальном. Компания назвала это экспериментом. Нормально? Негативные статьи о Навальном, да? Так. По данным российской таможенной службы, в 2018 году из России в США было поставлено нефтепродуктов на сумму 4,9 миллиардов долларов. А по американским данным на 10,7. Я извиняюсь. А где потерялись 5,8 миллиардов долларов? Вова, ты не брал? Все у меня на утро, ребята. И посмотрим, что дальше будет. Еще одно утро началось. Слава тебе, Господи. Пока-пока. С вами доктор Глад.